Добрый политичный журналист – это то, який ненавидзит у всех политиков. Некто называет себя профессором киноэтики, а вся киноэтика полягает тем, что режиссеры не повинны спать с актрисой. Политика – это в том числе и институт репутации. Очень странно делать вид, что журналист с ними не знаком. Потому что мы с вами знаем людей, наших коллег, которые фактично просто прямым текстом говорят. Мы просто солдаты, мы воюем. На чай и каву я без сомнения сходил бы с любым. Это совсем не означает, что завтра в некем артикуле я буду его схвалять. Державные меды и грамадские меды, и в першу чергу вершальные меды мусить быть абсолютно бессторонними. Дякую велике. Так, есть к идее. Сы правда есть проблема с балансом. Сегодня тема нашего медиатока – это особенности национальной политической журналистики. Звучит это, конечно, немножечко так громко. Вот, на самом деле, в период выборов много всяких нюансов, и мы бы хотели очень поговорить, потому что политическая журналистика – особый жанр. У нас не так много людей, которые работают в политической журналистике. И хотелось бы начать, наверное, с того, существуют ли какие-то правила в редакциях, где вы работаете, либо у вас ваши какие-то правила, стандарты в освещении именно политических событий. Как вы работаете? Есть ли какие-то вещи, которые… Ну, вот прямо то правило, которое нельзя нарушать никогда? Кто готов? Змитер, начнем? Дякую велике, Алла. Витаю у всех удельников дискуссии. Ну, головное правило, я думаю, у всех журналистов нормальных, нечестных СМИ незалежных – это спрабовать давать полную картинку того, что отбывается. Что датышится, скажем, моей працы як редактора эфира, то я имкнуся на свои эфиры запрошать усих политиков. Иншая справа, что не усе готовые приходить на эфиры, ну, але спробы такие робятся, и мы ведаем, скажем, приклады, кали те люди, які не згодные с нашей позицией, але усе одно приходить на записцы, на эфиры, можно у якости приклада привести, скажем, парламентские выборы, кали ўсё ж таки не шта упераўся, але павынеку прышоў на записцы наш былы сенатора, цяпер дэпутат Геннадзь Давыцька, ну, даволі часты гость той же самы Валеры Варанецкі, но принципы і стандарты вельми просты. Просты – дать макчымасць выказацца усім, неглеючы на тое, што, можа быць, я, скажем, не падзеляю погляды на развіццё краіны, там, тагоць і іншага палітыка, але это не падстава для того, каб яго не запрашаць ў эфір. Ну, і принцип такі – не даваць спуску нікому, то есть любімчыкаў не павінна быць. Мой любімый принцип, што добрый палітычны журналіст – це той, які ненавидзіць ўсіх палітыкаў. В общем-то, этот вопрос буде ко всім вам, і перший, і вторший я предлагаю дополняць друг друга. На самом деле, вот Дмитрий сказав о равенстве, равном отношіше, ну, наскільки це вообще реально, потому що наскільки у нас кандидаты, вони ж сами по себе, ниндзя сказаць, що вони равні, асмежно сабо. Відэце, я назвал бы этот принцип, я думаю, што і Дмитрий ба са мной таксам асгадзіўся, што это хучый принцип балянсу. Эта не тое, што вот докладна кожному, якбы, ўсім сістрам па сіргам. Калі ў нас там пятнадцать кандыдатов, то это не значыць, што ані тупо, все пятнадцать павінны вот разам присутнічаць. Але мне здаецца, што, ну, вот, павінна быць некай адшування таго, што, ну, аддаваць выразную пяравагу камусь ця аднаму, ну, этого не варта. Всю ж такі треба, каб гучалі і інші галасы. Зразумела, ў сітуація, вот, мінавіта выбарчай кампаніі, іэта даволі складана, звязаная ше і з тым, што, ну, асабліва, вот, на цеперешнім этапі, калі даволі шмат з'являецца прытендэнтав, тым не менш, у нас в галавах все-таки, ну, сядзіць пэвная ірархія этых прытендэнтав. Бо ёсць бабарыка, ёсць, умовно кажучы, цепкала, а ёсць і, ну, некія малавядумыя людзі, які я не зразумела, якім чыным, гуглі, патрапіли в эту кампанію, але тым не менш, это ўже суб'єктывнаць, это ўже мая суб'єктывнаць. В принципі, ну, імкнуцца да таго, каб, вот, я назвав бы гэта мінавіта словам «баланс», а не тое, што, вот, абсолютная ровнаць. Абсолютная ровнаць будзе, калі, умовно кажучы, ўже будуть натуральныя выбары, і тады ўсім там на дзержавным тэлі бачані па ровной колькасті хвілінаў. Я не думаю, што мы зараз павінны вот вытрымліваць мінавіта такі формальныя, такуў формальныю ровнаць. Але баланс павінен быць. Наконць некіх такіх правилу для вас? Я хочу, якбы, може бать, агульну рамку задаць хорошым такім высловьям за нотатника Ильи Ильфа, де ён пісал таку рэч, значит, что вот некта называй сябя профессорам кіноэтыки, а вся кіноэтыка палягае ў тым, што рэжэсэры не павінны спаць актрісы. Вот гэтак жа журналістская этыка ў дачыненні да скажым, выборчай кампаніў, ну не трэба з этыга будаваць какуюта такую складаную схему, велікую теорію, ну трэба быць пристойным, ну трэба быць аб'єктыўным, трэба быць збалансаваным. Эта трэба за все, да, в принципі, журналісту быць таким, ну а выборчай кампаніў, па колькі сітуація ўсё ж такі палітычныў вострай, і мы ўсі грамадзяні свею краіны, і ў нас так сама ўсць і някі грамадзянскія палітычныя пачуці, але вот іх трэба крышачку так ата вот пакідаць за кадрым, што называецца, ісэ ходзець вот з таго, што якбы принципы этакі яны достаткова универсальны, і достаткова такі ясны і просты. Дякую. Так, в порядке очерёдности Віталь хотіла сказати, і потім Александр. Згодна с колегам, літеральна дадач, што ёсць так махчымыць трэба падзіляць, мінавіта, фармальную ровності, еднаць, і реальную нефармальную неровності. Што маецца навазі? Ну, ось, наприклад, кожныя выбары, там, на рады свобода, у нас бала онлайн-конферэнція с кожным кандыдатом, ці там інтервю з кожным кандыдатом. Віт, можа быць секрет, ну, раскрыю літеральна прас, там, пару дзён на абілсацці пачнуцца про-контра, гэта ведуча я і Калінкіна, з кожным зарестрываным, хто зарестрывал ініціативную групу, абсалютна, на полной ровності, будзе інтервю з кожным, хто пажыдае, хто не адмовецца, махчыма все 15, махчыма толькі там 10. Гэта вось формальна ровнаць. Але інша справа, што, канешны, пра кагості пішыцца більш, просто людзі даюць більш інформаційных нагодав, людзі уявляюцца грамаству, што ані маюць большую вагу, уявляюць більшый інтерэс, і натуральна, што, в такой, ну, журналістыцца, немахчыма, кабыла ровнаць, па там, пахвілінна, па артыкулна паглядзець, зараз, вся незалежная прэсса, пера важна, пішацца, правды, пра Бабарыку, заявамі не як разварушылі. Так вот, мне здаецца, што я просто, пагажаючыцца с калегамі, хаті одахладніць, што, саправды, формальная ровнаць павінна быць забіспецчена, тобо к нейкій інтерв'ю, там, ці онлайн-конперэнція, ці і ше, што, с кожным, але неформальнаю ровнацьці, це так само натуральная рэч, і, в принципі, адлюстровуваць грамаства, гэта так сама задача прэссы, і ясна, што грамаства з рознай ступеню зацікалінасті, ну, скажім, цікавіцца, там, планамі непобнішчых, ці планамі Бабарыки. І гэта так сама достатково натуральна, ні у кого не ў павінна, тут, мне здаецца, узнікаць такіх прэпэнціў. У мене сарваў з языка, Віталь, тое, што я хачёв сказаць, ў прынцыпе, калі казаць пра баланс, то, саправды, гэта праблема кандыдатам, скажым так, штучный баланс, ось, як гэта па русску, всем сістрам па сіргам, гэта незадача медная ў прынцыпе, гэта задача кандыдантам святіцца, каб іх адлюстровувалі. Учора гэта бабарыка был у фокусі, даваў прэс-конференцю, сёння натуральна цапкала. Калі б цапкала сёдня не вышел, то, ну, дзе яго, як яго выкалупаваць, і як ад яго намагацца. Гэта найперш цікаваў саміх палітыкал, па відна быць іх умэнні, і то, як працуюць іх каманды. Але гэта не азначае, што трэба звужуваць калідор, звужуваць сектор погляду. Дарэчы, незалежныя медны, іншым разам, па колькі дзержавная прэса натуральна аднаго кандыдата рекламуе і гуляе ў адныя вароты, то іншым разам не дзержавная прэса, пачыная з докладнастю да над варот. Гэта ўсё робіць, я не думаю. Што так варта робіць. Дарэчы, што я хачу згадаць, Андрэй Бастунец добра памятая робіць гэтае маніторынгі, така як диаграмкі, як вялікая піцца такая нарызаная на кавалкі. Натуральна, што вельмі не пропарційныя гэтае кавалкі ў дзержавных медыў, але я памятую, што і нікатарая не дзержавная медыў, іх там самая вяліке кавалкі улада і опазіція. Без персоналізацій, без нюансів, без дзержав, гэта ўжо залежыць ад мастерства журналістам, ад рэдакційный палітыкі, тому што павінны быць персоны, павінны быць нюансы, павінны быць розныя погляды. І яшчэ, мне здаецца, пакуй, што не прагучала важная слова, я б падкрэслю так. Дарэчы, два слова, яшчэ на конд правилам. Ніякіх асаблівых правилам нема, каб так вот ў Білапані, дзе я працую, на стенку вывісіли, вось пачынаецца там выбарчая кампанія, цепэр працуючэ ба такіх правилам. Гэта було б смешна, таму, што тут я згодныць алкам з Юрэям, ў прынцэпе, калі казаць параэтаку, я таксама памятую фразу такую, для профісійной этакі достаткова нагорный казыні Хрэста павяліки врахунку, гэта сказав Михаил Фядотов, аутар перша демократычна, на російська закону аб СМІ. Тому гэтым плані вялікік замарочак не трэба, звычайныя профісійныя кануны павінны працаваць, але вось нія заангажаваноць журналісты гэта вельмі важна, таму што мы бачы меншым разам ў шкалі, ну, тырчаць в уші, бачна хто каму падгульбай. Гэта кепска. Всі мы людзі, ўкожна і асімпаты і антэпаты, але трэба ўмець іншым разам наступаць на горло власный пекці. Дзякуй. Дзякуй. Ну і ў нас Павлюк і Андрей таксама. Ну, дзякуй вялікі. Так, ясь кайде. Я хацэл бы звернуць вагу на тое, што сапрауды ёсць праблема з балансам. І праблема гэта палягая не толькі ў тым, што ўсім даць аднолькава, ёсць ше сапрауды розная увага грамаства да розных кандыдат. Эта адзен падыход. Другі падыход, ну, вот, мы можам параўнаць правила, па якім працуюць амерканскія журналісты і еврапейскія, ў тым, ліку, беларускія журналісты. Амерканскія журналісты, калі кампанія даходзіць да этапа агітацыі, ў некий момент пачынаюць казаць, мы выбралі республіканца та когота, ці дымакрата та когота. І ў некий момент робець декларацю, наше выдання выступае наступным чыном. Гэта тое, што абсалютна не праймальна для большісті ў Беларусі, бо мы памітаім савецкій пінцып партійной організацій і партійной літературы, але гэта не значыць, што так паступаць нелега. Такі варянты так сама можа быць. Каму, калі нейкае выдання скаже, што мы будзім парцаваць на такоўта кандыдата і ліцшым, што это правільна, гэта не азабаранна. Іншэе пытання, што гэта адразу паставець пад пэлны сумнеў недавер публікацій за гэта гэта кандыдата ў гэтым выдаўне. І натуральна, што аудиторія будзе пэлным чыном реакаваць. Калі ўжо казаць пра прынцып бэстороннасті, то ў нас ўзнікая праблема. Ужо калігі казалі пра тое, што будзе розная, от Віталю пранамці Цыганкоў, пра тое, што будзе розная цікаваць да таго, што скаже Бабарыка і, наприклад, кандыдата непомніщих, саправды так ёсць, бо мы ведаем, хто з кандыдату мае ініціативну групу, яка може сабраць подписи, ў кого є шансы быть зареістрованным кандыдатам, і вогулі мы ведаем ініціативну групу, які не збіраюцца використовыць кампанію для збора подпису, а використовыць ёе для агітаціи, для пропаганды своіх поглядов ўжо сьонні, для організація акціў протеста, і гэта прымушае нас разважаць пра некалькі рэчаў. З одного боку, мы да ўсіх павіны ставяцца аднолька в АБЦМБ, з другого боку, мы ведаем, што гуляюць ў розныя гульні, і мы павіны разказаць аудиторіі, што гэта розныя гульні, бо адно пытання, што гэты палітыкі кажуть ў центры в Баркамі, іншыя пытання, што мы ведаем, што яны збіраюцца ставяць пікеты, і вот ані балатавацца на пасаду президента. І більш затоя памятай цях історію, калі аб'єднанная грамадзянская парта вылучала не кандыдатаў ў дэпутаты, а спікераў, і они тлумачалі, што яны будуть здымацца ў ніякі момент. Всё гэта мы мусім ніяким шынам даністі, але гэта такая складанная схема, якая не завсёды зразумелае, і не завсёды цікавая наша аудиторія. І тут ўжо выбар выдання, як з гэтым абыходзіць. Андрей? Я магу толькі патрымаць маях калігам, але дадам некалькі слов. Ну, па перш, дзякую спадару Александру. Насамэч, мы кожны выбары праводзім, крамя насувах, праводзім мониторынг святлені іху срутках масовы інформація. Литаральна ўчора мы пачалі чарговы мониторынг, які будзі тычыцца гэтых выбараў, які будзі 14 медзіў проходзіць, розных і вяшчальных, і друкаванных, і інтернет-выданёў. І паглядзім, які будзіць вынікі потум, гэтакая гульна признана міжнародна методыка, па кой мы працуем. Іншая справа, як працуюць меды. І вось, я б тут хацел бы звернуць ўвагу адну на пытання, якое засталося па закадрам неек, гэта пытання, якое тычыцца ўласнасті і вида гэтых медыў. Так вось, калі мы кажым пра міжнародныя стандарта святлення выбара ў сроках масовой інформаціі, то першыя прапісаны ўсюль, што дзержавныя меды і грамадскія меды. І ў першыя шаргу, вяшчальныя медыя мусяць быць абсалютна безстороннімі і даваць найбольшу біктымыю інформацію. З іншага боку знаходацца прыватныя друкаваны меды ці інтернет-выдані, в яких ёсць паўна махчымыць якраз такі выступаць на боку одного з кандыдатов, навад яго продвігаць і выказаць гэта яго власная прыватная думка. Ну і крыху так паміж гэтымі двумя палюсамі знаходацца прыватныя вяшчальныя медыя, ну ўсё ж такі могуць з аднаго боку мець сваю ласну пазіцу, але ўсё ж такі гэта принципы вістороннаці лепш, ка п'яны прытрымлюваса. Так скажым, гэта першае. І вось, што тычыцца ровнаці доступа кандыдату. Даваць мы не будзем так механічна ўсё гэта ўспрымаць. Ровнаць доступа, гэта не знаць, што кожнаць п'ятнадцати прытэндэнтаў мая ровнае, мусець мець ровную колькаць минут, ровную колькаць сантыметру ўдрукаванных медыя, і гэтак далей. Самая першае, што мы мусець прытрымлюваса пачас выбарчай кампані, то ёсць трэй моманты галунах. Першы момант, гэта меды мусець асветляць кампанію, не мець перашкоду для гэтага. Другое, кандыдаты мусець мець махчымыць данесці сваю пазіцу да выбарцу, і трэція, выбарцы мусець тримаць інформацію, яка дозволіць їм зарабіць уласны выбар, свабодны выбар. І вось, калі мы доводзім інформацію, што пэвныя кандыдаты не збіраюцца насамрэч выступаць претендэнтами или кандыдатами президэнта, не змагаюцца за кандыдатство, і аны право ціто паліцьку паліцьку байкота, ціто ось спікеры выступаць. Мы якраз такі допомагаєм, медеї допомагаєм робіць выбарцу яго свабодны выбар. Дякую. Я б хатіла ще передайць слово Валерію, которая ще не высказывалась по этому поводу. Мне кажыцца это какая-то несправедливая і неверная вообще постановка вопроса, так касательно беспристрастності, так і касательно правного доступа. І совершенно справедливо говорили і Юра, і Александр, і інші докладчіки, що цей баланс представлений кандидатів просто невозможна достичь, поскольку і активність кандидатів совершенно разна, і представлений редакцій об общественній значності того чи іного кандидата теж разне. І, да, разные стратегії использують сами политики далеко не всегда і в ці 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 що вже касається безпристрастності. Ну, мені даже було интересно услышати, що, оказывається, все знакомі і уважаймі мною люди стремяться к этой безпристрастності, тому що я її ніколи не замечала за ними. Мені кажеться, що все пристрастны, це неизбежно, і особливо це неизбежно в Беларусі, поскольку большинство независимых журналистів ощущають що-то вроде давлення гражданського долга і меють ясну, отчетливу гражданську позицію, і уж як менимум свої антипатії чи пристрастності вони дуже хоро демонстрирують в своїх матеріалах, і я, откровенно говоря, не вижу в ці такого уж чого-то плохого, я даже не понимаю, почему от этого нужно отказываться, ведь политика – це в тому числе і інститут репутации, людей имеються репутации, очень странно делать вид, що журналист с ними не знаком, например, с этими репутациями, ну, для примера, серия интервью, которую делал Еврорадио Лукашук Дмитр, вони були, безусловно, пристрастні по отношению к кандидатам, то есть он далеко не всем кандидатам задававал одні і те же вопросы, например, там, работаєте ли ви с КГБ, являетесь ли ви спойлером, ну, то есть не каждому, поскольку он отталкивается от известных ему общественных репутаций, что я понимаю, но просто мне кажется странным говорить о том, что пресса должна стремиться к такой вот беспристрастности, да это какая-то фантастика просто, вот что я скажу. Еще я хотела бы Валерия, да, сейчас, кстати, самое время ответить, но я бы хотела вбросить еще одну мысль, вот немного Александр говорил об инфоповодах, и Валерия сейчас говорит об инфоповодах, но каким образом журналисту не стать, скажем так, исполнителем какой-то роли в чужой пиар-акции, да, то есть где вот эта граница, может быть, еще и на эту тему параллельно просуждать. И это, мне тоже кажется, ну, какая-то сверхзадача тоже неисполнимая, ну, безусловно, если кандидат проводит какие-то, ну, яркие акции или протесты, ну, никакие СМИ не могут, независимые СМИ, не освещать протесты, то есть протест сам по себе является очевидным инфоповодом. Другое дело, что какие-то менее, с точки зрения редакции важные встречи там с избирателями могут не показаться такими. ну, и опять-таки, почему бы редакции, исходя из собственных каких-то возможностей, ресурсов, еще вот момент, который бы вообще не упомянут. Представьте себе, вот у нас проходит избирательная кампания парламентская или президентская с 15 движенцами, а у редакции совершенно разные мощности. некоторые редакции очень и очень компактные и они попросту, ну, физически не могут освещать все подаваемые инфоповоды, например, все встречи с избирателями. Если, ну, сейчас, например, во время эпидемии значительная часть, видимо, встреч будет проходить онлайн и это проще, но когда и если начнутся физические встречи, тут встают ограничения просто ресурсные, не все эти события можно будет освещать одинаково эффективно и разносторонне, и поэтому редакции так или иначе будут выбирать в том числе исходя из представлений собственных об общественной значимости тех или иных событий. Так, ну что, тогда начнем по порядке чередности Виталий Дмитрий и Александр. Так, реплику у меня народилась когда выступал Андрей Бастунец по кольке мне подается довольно текало, мне сказали, что некоторые потенциальные кандидаты на самой справе не избирают выбора, а может быть на вот генны ну скажем выступают на самой справе за бойкот, тени удел, и вот тут так само перед нами стоит такая ну дилемма по кольке ну например байкот, тени удел так само патрымливается ну истотной часткой громадства и истотной часткой наших влядачов, читачов, так сказать, пожилцов нашей информации демократичных СМИ и так отрымливается что на час выборов мы забываем про гэта и обмирковываем уже кандидатов але вот гэта и люди так само напывно маюць звучайно такая дискуссия перед выборами там бойкоту дел а потом выборы пачинаются и про гэтых бойкотчиков де факто все забываюць вось але вот маё пытание ци саправды варта навод нагадывать что есть такое меркаванье ну я думаю конечно не пропорционно тому как будут исцеляться выборы але прояснаванне такого меркаванне мы так само павинны нагадывать как бы оно мне может быть не падабалося не лень мне падабаец напрыгат але сходя чы с того что значная частка наших читачо споржутцов нашей информации стоясь на таких позициях они б хотели бачить эту позицию тем лягу в наших СМИ Я б хотел отказать Валерии на кун того по-перше я не казал про то что особисто я хотел бы выглядать и мкнусь до беспристрастности у таким классичным значением этого слова аккурат на мой погляд журналист повинен быть пристрастным и подчас интервью такой допыт с пристрастием организовывать своему интервью веру и вот минавито гэта я меу навазе калі по жартам казал калі у своей першей промове про ненавидзеть ўсіх палитыков тым сэнсі што нельга меть любимчыков падабаецца табе там скажем гэты чалавек падабаецца якю он ведзе кампаню падабаюцца тэзы які он закидывая гэта зусім не означає што ты павінін падчас интервью размову з ним быць дэго лагодны не задавац ты тіншыя нязручныя пытанні акурат такі можа быць да ты хто падабаецца ты ше і больш пристрастным в этом сэнсі павінін быць каб задаваць нязручныя пытанні і розныя пытаннічкі што да і такі падыход я думаю павсюль ёсць табу што калі становіцца як Павлюк прыводзів прыклад мы становимся мы выбралі сабе гэтага республіканцца там да прыкладу і мы становимся на гэты бокці як казалі пэлная медыя могуць абраць свайго кандыдата і тапіць за іго могуць канешны но мне падаецца што это зусім неправильно і не зусім па журналістку я пасабіста не хател бы працаваць ў такім ключі кап мы абралі свайго кандыдата і зараз не аклеєчы на тое што ён недзе там ляпну не тое ёдзе ёсць ёсць ёго там некі шкелету шафі мы не будзім гэтага вытягаваць таму што ну это ж наш а вот паэтаму не трэба гэта рабіць вот аккурат такі гэта трэба рабіць зусімі і адной кава я гэта меў навазе што не спускаць і паказываць ўсё пра інфоповады тут саправды вот калегі сказали ўсё вельмі правільна таму што я просто прыгадаю адной чы не памятаю ўже дакладна пасля якой выборчай кампаніі ціто 2010-го ціто 2015-го года там скажам да нас да Еврорады былі прэтэнзі вот а вы працавалі вот на гэтых вот шаму вы пастаянна давалі інформацію пра вот гэтую кампанію а пра нас не давалі я кажу выбачайте а колькі інфоповадаў за ўсю кампанію вы дали ну вот мы правяли тут пікет і вот тут сустрэчу і ўсё ну так а пра што писаць вот таму тут гэта саправды не буй жа журналісты дзеля пошуку нейкай ровнасті і кап ўсім сіргам па не сёстрам па сіргам правальна вы смоктаваць нейкі інфоповад каб расказаць пра гэтага кандыдата які сам ніяк нічога асаблівага не паказывая я хацёвбы прадовжаць ось гэтую тэму там прістраснаць без прістраснаць ну ці іначы калі сфармуліваць аб'єктывнаць і суб'єктывнаць мне здаецца што сама пасабе гэта спрэчка схаластычная калі не уліччуваць таго, што ёсць просто палітра жанров ёсць розныя жанры ўкожна жанра сваіе законы табу указаць, што там некі ресурс там тенденцыны нельга наприклад, калі ўзять вось новіны бай, гэта мне ближай за все ресурсы, кі робіцца пад гідай белапан так вось там збольша адрыта кі плыні ёсць інформація ёсць аналітика і ёсць палітра меркавання ўці, назавям гэта, публіцццццэк так вось робіцца ж гэта і маніторинг меди айтю, дарэчі і там белапан наріны бай заужды займаюць вэльмі высокія місцца там камар дюбы а мальшта нідзе не пакточыць ў сэнці калі гэта заметка калі гэта інформація то там натуральна няма тенденцынасті не павінна быць няма выказывание своего меркования. Кали иначе, кали у замец и репортер показывает, что когось он любит, когось он не любит, то это кец. Это одна речь. Кали это аналитика, то натурально, что аналитик уже расставляет пелные акценты. Иншая речь, что он так само повинен дотримливать баланс, и он повинен давать разные пункты погляду. Ну, не буду тут лекцию, тренинг, это я у Бажи раблю, случайно. В таким разе, до эпохи коронавируса так рабил. Не буду читать лекцию, али факту, что аналитика это уже и инший жанр. Ну, на расти публицистыка натурально не может быть объективной колонки, не может быть объективного колониста. Увесь цимус, увесь смак, мінавіта у тым, что это некий человек авторитетный, человек, який пише хвостка, який мая острый погляд, выказывая якраз свое меркование. Тому нельга казаць вось так увогули, вы объективны, а ци вы субъективны. Давайте кожный жанр судить по законам яго жанр. Дякуй. Дякуй. Я вачла, что Юрий хотел дадать, а так само была паднятая рука у Павлюка, али я на ней капустилася. Юрий, пакуль вам слово, Павлюк, кали есть, что дадать, приходьте до нас. Ну, я готовы признаць за увагу профессийная культура национальная журналисты, кину, яна вот не вельми так сказать, сприяя такой уже, як бы, дыстыляванной объективности, яким бы то ни было сенсы. Али, видайте, я памятаю, калісті, мне вельми спадабалася думка российского филюзофа Григория Памеранца, что дьябол пачынаецца с пены на вуснах у анёла. И вот мне здаецца, что в этом сенсе, як бы, журналист, навэт публицист, я уже не кажу пра аналитэкаў, и тем больше пра рэпортераў, ну, вот, як бы, павінін ізноў жа баланс і внутры, навэт, сваіх, вот, этых памкнэнняў, суб'ікты віду, як бы, быць абмежаваным сваім суб'іктывізме, вот, каб не было пены на вуснах, каб все ж таки было ўявлення, што мы не анёлы, мы все грешники. И вот, я разумею, што розныя людя по-розному этот баланс вытрымливаюць, але мне здаецца, што важна, каб хотя б было некая имкнэння до гэтага. Тому што мы з вами знаем людзей, наших колег, по-своему поважанных, которые, фактично, просто прямым текстом говорят, мы солдаты. Мы, навык, не военные журналисты, мы просто солдаты, мы воюем. Мы ведем войну. А на войне ля гэр ком а ля гэр. Ну, вот, мне здаецца, что, ну, это як бы, по идее не повинна быть мейстримом. По идее мы всю ж таки как бы не солдаты, мы не акторы, мы не режиссеры, мы глядачи. Мы профессийные глядачи, субъективные глядачи, но всю ж таки глядачи. И вот мы не повинны заливаться со сценой и изображать из себя актором. Мне так здаецца. Хотя я, и мы с вами все ведаем, людей, які доволи поспеховы, особлива даречи. Тепер уже это тычется не тольки СМИ, а ли тычется, скажем, и социальных сеток. Там это, в этом сенсе, обмежеваниў ешше менш. Доброе это, ну, не ведаю. Яны кажут, народ кликает, что вы хочете. Вот у меня столько кликов, а у вас кольки? Ну да, это правда. Кликов мало. Может быть, поравнальна зиме. Але, ну уж, вот-вот-вот-вот, який я, наприклад, ес, ну уж, видать, таким и застанусь. дякуй, литеральна два слова. Глядзите, у нас ёсць розныя жанры, алі у нас ёсць і розныя выданні, на што звертаў вагу бастунець. І добра, калі в палітры будзе розныя. Ёсць тыя, хто па законі абавязаны быць ровнамі да ўсць. Ёсць тыя, у кого ёсць выбар. Ёсць навінная журналістика, ў якоў ёсць докладныя стандарты, яких трэба притрымлівацца. І ёсць іншіе жанры, ў яких, цё ж таки, суб'єктивнаць вітаецца. Што тычыцца соціальных сеток, то тут ў нас ёсць ішчы новая ўправнанні з усім гэтым, з'ява, калі чалавек можа адмыслова укідываць фэйкіць і адмыслова распаўсюжываць канцепрологічныя розныя теорый, ведаючы, не верачы ў їх, але ведаючы, што калі он поэдзе таким шляхам, ёон атрымае шмат лайкаў, ну і іншым чыным можам монетазаваць свой ўдел. Гэта адзін момант і другі момант зараз ёсць таксама пакупка блогерав і пакупка журналістаў і з гэтым мы сутыкаемся. У беларускай гісторіў был прыклад, калі пасля 2001 года шмат які выдайні падтрымалі адзіна гэкандыдата та пазіцыі, але пасля гэтага ў їх узніклі сур'йозная праблема з уладам. Я не кажу, што яны балі купленыя. Я кажу, што так ўсприніли гэта улады. І акрімя таго улады ўбачылі, што з гэтымі выданнямі трэба змагацца. І знов такі неапправдываючі улады, але разам з тым ў нас журналістка сцюпольнаць навучілася на гэтым досвідзе, што ёсць сэнс для самазахавання дистанцавацца ад палітыкі, але ёсць натуральна і дакладна палітычныя або аппазіційныя праекты кшталту харці ці білорусского пратызана, які не хаваюць тое, што яны знаходяцца на баку барікады, што яны ёсць брадзбітамі за тое, што ліщаць правильна. І ў выніку мы шэ сатыкаемця з тым, што журналістаў, які знаходяцца ў правилах гульні, які мусяць прытрымлівацца аб'єктывнасті, калі яны пішуць навіны, можна аб'яновачваць ў тым, што яны не змагаюцца за правду. І вось яны баяцца і гэтак далі, і гэтак далі. Всю гэта разам стварае пэлны фон, на якім мы працуем, і хтосьці не пацискае руку і мы бачылі історію і пасля справы Белта, і вось зараз зусім недавна былі історіі, калі писалі всякі кепскі рэчы пад выглядам меркаванняў, пад выглядам колонак пра сваіх каліх пацеху, каліх пацеху. Гэта ўжо тая мяжа, яку на мой погляд пераходзіць все ж такі было бы немагчымам для захавання нормальных стасунку ў журналістыцца не токкі конкретна, гэта члээк добра ці кепскі. І тут нема махчымасці правісті суты сказаць хвосты пасля гэтага не журналіст. У Расі был прыклад, калі нас прабывалі гэта зарабіць, абвістіли члээка не журналістам, але гэта нічог не дае. Мы можам токкі сказаць, што мы так добра ці кепска ставімся до той або інші особи. Павынніку гэтаг дзеню. У нас политіческая журналистика, на самом деле сложно говорить о существовании политіческой журналистики именно на госканалах. Я бі сказаць, што там яна часткова ёст. Яна ёст. Где разделіць, гдзе солдат а гдзе или исполнітель, а гдзе это именно государственній политіческі журналіст. Я не могу сказаць, што там гэта із'явы зусімніма. Прынамсі людзі, які ліщацца политічным агрядальнікім, там ёсць. І там ёсць людзі з нормальный адукацій, які разумеюць, як будуюцца политічна сістэма і могуць падтрымаць размову на гэтую тэму. Іншэ пэтання, што узнікае праблема з адзінаковым падыходам да тых, хто адпавядае дзержавный ідеологію, якая ў нас все-таки ёсць, і знаходзіцца ці не знаходзіцца в апазіція да керунога рэжыма. Тут узнікае праблема, бо сваім все, чужым нічога. Я асабіста не хадзіл на ток-шоу, каторые устраеваліся на беларускім талі бачыні, але яны так сама ёсць, і людзі, які іх праводзіць, адчасам робяць матырялы, які ўтрымлюваюць розны меркаванні, але гэта адбываецца не регулярна, ўчым праблема, ад тады, калі узнікая патрэба ў керунога паказаць, што ў нас ёсць дэмакраты, ў нас ёсць свабода слова плюралізм. Я працягну той, аб чым казал Павлюк, мы тут на сам реч, вось, вертаўся да гэта пытання безсторонністі, але не ў тым сэнсі, вось, да, калі гэта ўжо што адсоткава, што немагчыма, кожны з нас чалавек, кожны журналіст ёсць журналістам, але калі гэта журналіст працюе на дзержавном тэлі бачыні, ці на грамадскім тэлі бачыні, тэлі бачыні, яка фінансуюцца за кошць бюджета, за кошць падатку сваіх грамадзяну, вось, тут, якраз такі, патрабавані безсторонністі аго, яны максимальны, і, нажаль, мінавіта пачас выборчах кампанію, мы бачым, як гэта якась максимальна минимизуецца пачас праграму, які тычыцца выбору, на тэлі бачыні, ці пачас публікаціў в выданнях, мы бачыў, што яшы не паспеў, напрыклад, Бабарыка, падаці докумэнты на аргістраціў сваі групы, а ўжо ў савецкай Беларусі палітычныя аглядальнікі пачалі аго писаць аб тым, што ян сабе уявляе на сам рычу. Я просто вернуся к тому, аб чым я казал, што дзержавныя меды мусяць быць наибольш абектыўными, мэнавіцца таму, што яны фінансуюцца за пошт ўсіх грамадзянаў Беларусі. И гэта просто норма, якая записана ва ўсіх докумэнтах АБСЕ, Савета Європы, Рады Європы и гэ так далі, які тычыцца астатлення выбара ў меды. Я бы хотела добавить ко всему сказанному, потому что я вообще-то не нашла никаких противоречий, добавление Дмитрия, мне кажется, я именно об этом и говорила. Вот что. Во-первых, хотела бы зато прокомментировать Андрея по поводу государственных медиа. Все-таки основным инструментом государственных медиа в политической борьбе, которую они очевидно ведут, является игнорирование политического процесса как такового и кандидатов прежде всего, то есть как основной этой части этого политического процесса или политиков альтернативных, когда выборов нет. Межвыборный период, они вообще там в принципе не появляются. только законодательные обязательства и госмедиа вынуждает их там выделять вот эти крошечные какие-то там нормы для выступления альтернативных кандидатов. Но вместе, ну, с другой стороны, как бы, я думаю, что все независимые медиа знают, что именно благодаря этой особенности госмедиа во время политических кампаний как политическому контенту независимых медиа растет и лучше там кликается. Вместе с тем, вот на последних парламентских выборах надо сказать, что и вообще, вот я бы хотела ближе как-то к тому, что сейчас прямо происходит. Мне кажется, что нередко независимые медиа исходят из каких-то устоявшихся клише, доминирующих каких-то скоплений мыслей, в частности. если вернуться, например, к парламентским выборам, то да, все независимые медиа их освещали в той или иной степени, но в целом они как бы скорее склонялись к той точке зрения, которая в то время доминировала в ФБ, что это совершенно неважный, абсолютно неважный процесс. игнорировали, скажем, значительную часть довольно интересных кандидатов, чего, например, не стал делать Сергей Тихановский, который как раз-таки просто всех этих самых интересных кандидатов уделил им время и, между прочим, довольно-таки беспристрастно каждого из них допросил без особенных, без демонстрации эсипатии, извините, у меня был звонок и антипатии. И именно во время парламентской кампании аудитория канала «Страна для жизни» выросла в двое. Так что мне кажется, что мы не можем избежать, ну и я тоже, разумеется, хоть я и вот не пишу прямо непосредственно вот журналистику, но когда я там пишу какие-то свои анализы, там я тоже, безусловно, в плену и клише доминирующих в обществе, которые мне знакомы, я же не имею доступа к каким-то другим кругам и к устоявшимся просто практикам. у нас есть желание подключиться у нашего коллеги из Лондона Артема Лиса. Во-первых, спасибо большое, что позвали, я с огромным интересом слушал этот разговор, у меня есть несколько наблюдений, которые в какой-то степени может быть проистекают из моей простите, BBC-шной биографии, которая заключается вот в чем. Я, к сожалению, не помню, кто из вас говорил о том, что не нужно вешать на стенку список правил о том, что мы перед выборами делаем так, а вот эдак не делаем. И тут любопытно, что, простите, если я цепляюсь за слова, но на BBC, собственно, такой список есть и его таки, да, вешают на стенку и рассылают перед выборами. Ну, естественно, стенка в современном мире виртуальная и выглядит как email, но от этого суть не меняется. И, собственно, сделано это для того, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений, вопросов и двусмысленности. С одной стороны, это очень здорово загоняет в рамки, в которых ты чувствуешь себя лишенным возможности вздохнуть, а с другой стороны, исходя из определенной, ну, особой роли, которую BBC играет в английском в британском обществе, это очень во многом защищает BBC от обвинений в том, что, значит, вы здесь были неправы, здесь необъективны. Тем более, что этот список правил, он публично доступен, и он висит не только на внутренней виртуальной стене редакции, но и на общем сайте BBC тоже. Это первое, но это такое короткое замечание. А то, что я хотел сказать, может быть, длиннее, это вернуться к разговору о социальных сетях и о поведении журналистов в социальных сетях. Насколько особенно в предвыборную пору журналист имеет право и возможность, и должен ли он иметь такое право, писать в соцсетях то, что думает, оставаясь при этом сбалансированном, взвешенном и так далее, у себя... Показывать свою позицию в Финицаре, да? Совершенно верно. Показывать свои политические пристрастия как человека. Именно так. То есть, может ли журналист написать в статье некий взвешенный, сбалансированный анализ позиций разных политиков, а тремя часами позже написать у себя в Фейсбуке, что политик А — это полное, значит, не буду говорить это слово, а политик Б — соответственно, наоборот. Это вообще очень хорошая тема. BBC на нее отвечает однозначно «нет, не может», но с другой стороны у BBC вообще очень жесткая политика в отношении соцсетей, и новым сотрудникам всегда говорят, как только ты пришел работать в любую общественное вещание, неважно BBC это или там в другой стране, у тебя сразу же своего аккаунта в соцсетях больше нет. Но это можно обсуждать. И последняя мысль, которую я хотел вбросить, опять-таки, простите, пожалуйста, я не помню, кто говорил о том, что колумнист не может по определению быть объективным и сбалансированным. Это действительно так, потому что в противном случае этот человек уже не колумнист, но с другой стороны, я как редактор, как мне кажется, мог бы исходить из того, что у меня может быть несколько колумнистов, каждый из этих колумнистов высказывает какую-то определенную точку зрения и синтеза этих точек зрения у читателя, слушателя, зрителя, может быть, рождается что-то, а может быть и не рождается. В общем, резюмируя, на мой взгляд, вот этот вот абсолютный такой, знаете, сияющий огонь беспристрастности, которую видно и который мы постоянно напоминаем зрителям, дроп-читателям, дроп-слушателям, это, на мой взгляд, особенно важно в предвыборную пору и особенно важно это, учитывая, что, конечно, сейчас работа журналиста и публичность журналиста далеко не ограничивается тем, что он там находится на работе с 9 до 5 или публикует что-то в своей газете или на сайте в остальное время. Я бы сказала, что еще про соцсети, на самом деле кандидаты сейчас в последнее время в общем-то используют активно и сами соцсети, как от медиа, да, то есть мы видим какие-то пресс-конференции в Инстаграм и насколько в общем-то уже сейчас журналисты как журналисты становятся посредниками. Пожалуйста, я прошу вас добавлять, делиться вашим опытом. Саправды, коллега закрану вельми такую далекатную важную тему. Некальки годов тому я спрабавал в своих артыкулах у знятия на сайте БАШ, на ресурсе медиакрытика БАЙ, кальон был более активный, але я чу, што не зусім саспела мусить наша супольнасть и махчыма нашим таким расколатым громадств это пакуй, што тяжко. И медиа у нас нема таких, як корпорация БИБЕСИ, у нас я незначна меньшая, у нас журналист шмат станочник, он и заметки пише, и он же и публицист, калі трэба. Так што некие каноны такі, як у БИБЕСИ на пауну караніць нереально, хатя може і було някепско, і дарэчо, у Білопані ми заводзіли гавор, коль як за все до руки дагэта ані доходзіць, тому што я ведаю, што у некаторых редакціях бали сурьозныя колізі, сурьозныя конфликты, міннавіто простое, што некі супрацовніки нятое писалі, зучім у соціальніх сетках, ну і, груба качы, падставлялі свае редакцію, свае медийне брэнды. Може і не трэба някіх такіх вельбі жорсткіх канонов, абавязкова, каб кожны, хто прыходзіць на працю, наприклад, пад розпис, там, клявся, што ніколі їх не будзі парушаць, хатя бахчыма не, калі мы і до гэтага дойдзіць, але ваўсяким разі, ну, скажам так, трэба слітераваць базар ў медых соціальніх, в соціальніх сетках, і памятаць, што ты працтавнік пэлнага брэнда. Мене заужды ззявляе, калі чалавек думае, што вось ён напісаў нікую правільную заметку, ці нікий каментар, а пот і пусіла, ён адпрацаваў, змена скончылася, і ён можу ўже матам крыць ка гості в соціальніх сетках і так далі. Гэта мой маўляў прыватны аккаунт. Чакшо тым, што імідж не падзельны. Я вось на гэтым стаю, натуральна, што, калі ты ў соціальніх сетках, ты неабоязкова мусіш быць там ў молока чыў гальштуку зашпілены на всі кузіки. Гэта большая ступень свабоды, але ўсё ж такі памятаць, што пае выказвані праецыруюцца на брэнд, які ты працтавляеш, гэта вельмі важна. Я так, бачу, Павлюк і Віталі. Ну, ме тут ўже набегла некалькі рэшоў. Па перше, ёс рознае редакційнае палітыка і розные вэдані па рознамы варашаюць пытання як журналістам прасутнішыць в соціальніх сетках. І прыклад Бі-Бі-Сі ён саправды вельмі жорсткі, калі Нельгана нават вэдаць, за каго ты будеш галасаваць, ты падтрымліваець уладу, ці ты падтрымліваець апазіцію, так бамагаць. Нават гэта нельга робець, паводля пісаных праўлаў. Вось, на Дойчавелі такіх праўлаў, праўла фармулююцца зусім па іншым, а тут хучэй быць прыстойным, каліх так коротка сказаць, і тады гэта выглядая па іншым сітуаць. Хаця я, ну, натуральна, я с больш спрощана расказаваю, як ў нас это сформаляван. Ціпер некалькі рэччаў пра тое, што зараз мэ абмерковывалі. Па перше, ў нас ёсць спакуса для выдаўнняў, звязанная з грошыма. Яна была, ёсць, а яна звязана низавсёды з олигархамі, і яна не тычыцца вельмі велякі грошаў, калі глядзець аб'єктывна. Але і ў 2001-м годзе, і пазній ў нас выходзіли, былі прапановы выданнім, выданні, некаторые ішлі на прапановы, я просто не хачу называць, што это былі за выданні, некаторые выданні, за гэтага траплялі ў конфліктную сітуацю. У нас ёсць прапановы кожны, неабальскаву выбаршую кампанію, кожны раз ёсць прапановы, дзе нікі добрахоты, можж быць, сябры беларускай дэмократы, а можж быць, ворогі беларускай дэмократы, хочыць працягнуць свой парады дня. І рэдакція варшаєць, і це блізка мне, цім недалека, той, што мне прапануюць, і варшаєць, што брать гэтае грошыць і не брать. І гэта реальная практыка, якае ў значній ступені разбуральна дзейнічая на журналістаў, репарцёраў, навіннікаў, прынамці, які пачынаюць списаць не тое, што яны лішыць важна, а тое, што трэба замоушчыку. І гудут тое правила, пра якое мы чыталі ў падрушніках, што рекламная дзел і редакція павінны быць асобна, тут якраз адбываецца сумісь, якая ўплывае на парадаг дня, і аудиторія часта атрымлівае публикацій, на яких не пазначено, што это реклама, але інакш бэ яны не трапілі ў парадаг дня і не былі бэ написаны. Я не буду казаць пра всег гэтае формы, ну, ты, хто ведаюць пра ях ведаюць, хто не ведаюць, лепі не будзем их спакушаць. Другий момент. У нас нема забароны казаць, гэта паліта кмне падабаяцца, ці не падабаяцца, ў большасці выдання, ў якія ёсць ў Беларусі, вот такого писанага правила, але прынамсі ў выданнях, які з'являюцца дзержавнамі, ёсць праблема навыць тым, каму можна ставяць лайкі, каму нельга ставяць лайкі. Нельга пастаўіць лайк пад прапановай ці выказыванім, якоя крытыкуя ўладу. Эта даволю сурьёзная рэч. З другого боку, мы не можым сказаць, што такое правило, ну, дапустім, та, ці іншая кампанія не мела права прапанаваць свайму журналісту. Гэта трэба гэта мусіць быць писаная правила, ці вы сані всё разумееці, і тады узнікаець, кейс, напрыклад, Івана Шылы, ці кагості яшчэ, хто па свойму разумеў правила гульні, і ў выніку узнікла конфліктная сітуація. Всё гэта патрабуе прагаворванне. Калісті, я ўже не памятую дакладна, напэвна гадоў нават 10 назад, я вёл для бажа курс па этакі ў соціальных сетках, яшчэ, кажы, чы, был ўпэвненэ, што там будзе полтара чалавека, і мы не будзем вести сур'йозну гутурку, але казалася, што там было вельме много людзей, і мы разбиралі раз за разом розны кейсы, і не мелі дакладнах адказу, бо этычны уравнені не даюць дакладнах адказу, яны даюць хучшэй спосабы врашэні, і мы кажым, пусть гэта махчымы падыход, вот это немахчымы падыход, я згодны, не згодны, у меня ёсць такіта аргумент, і мне тады падалося, што калі гэтай кейсы прагаворваюцца, гэта даволі сур'йозна уплывае на разуменні, як бы я павел сэбе ў іншай ситуацій, ў падобной сітуацій ці ў ёсць ў праследвай. У вогуле, калі мы тады прачыталі пэтычные кодэксы, всякі кнігі стыля ў розных выдання ў заходніх, російських, украінских, ну там шмат яких, а казалося, што ў принцыпе нешта ў галаве адкладаецца, і мне падаецца, што не бавязково ў выгляді семінара, але можа быць некай абмен досвіду, гэта было бы карысным періадычна за такіх рэччё вертацца, бо мы не маем махчымасці спыніцца і задумацца, як правільна себе павесці, бо ў нас ёсць руціна, якая прымушае нас просто реагаваць, реагаваць, реагаваць і не працаваць, а часам бывай варта спыніцца і падумаць. Спашатку може репліку гэта яркі прыклад і просто я хачу зауважаць, што гэта можа быць ці не адзіны ў свеці прыклад вот такога сродка масово інформацій. В Амеріцца такого нічога нема і блізка, ёсць публична раду, але оно абсолютно достаткова мае выразну пазіццу, але остатній сні, мы ведаем, што Фокс это адно, а CNN ці New York Times это другое, і вот нават я не ведаю привезці постсовецкай просторы, тому сапрады я прызнаю, што наполна пошні такі прыклад, калі вось мінавіто раунаважанная, спакойная, дзержавная, скажім, паколькі оно фінансуюцца з бюджета такая структура, вось, адпаведна і такі правилы. І якін із ато выходець, наколькі я розумію, ну вот ёсць там дискусія, ёсць там Пітер Морган, калі прайльна яйон назвав, які можа быць дастакова больш-менш консерватывныя погляда і побыч зім ведучая, якая, наприклад, с феміністскім поглядам. Яне запраціл няколько чалавек і адмірковуюць гэту тэму. Тобокі аны выходець з таго, што им мало дазволіна, тым, што завсёды навацць рот ведучых ёсць розныя меркавання, ну ведучых такіх полімічных скажім, пірадач, някавінных, канешна, ёсць розныя меркавання, пакулькі, ну сыходецца з таго, што аны павінны праставляць сё грамацтва британськае і консерватороў, і торі, і, скажім, лібаристаў, і, так сказать, ліберал-дамократаў, там тре заразгалованыя парта, якбы, і вот гэту задач аны спрабуюць так вырашаць. Тобок, паутаруся, што їхній вопыт, ну, адобна анима, таму, мы можам гэту спрямаць, як, ну, някай, вот, такое, уникальне створэнне, пэвном сэнце выключэнне. Судо социальных сеток, то так, ёсць, навод, на свабодзі, ёсць, даволі, такі, строгі правилы, вось, але, я так думаю, што, вот, разумныя, умона, скажім, редакторы, там, таких СМИ, каторые глядяць за своими, ну, журналісты на социальных сетках, калі тыя, ну, не выказываюць някі абразы, там, ті што, гэта, само сабой, але, калі, не выказываюцца даволі, ну, ярка, полемічна, па некіх грамадскіх і палітычных меркаваннях, то, ну, здаецца, вот, разумныя редактор, ніколі, такога, скажім, журналіста, ніяк, не карая, а в пэвном сэнце, нават може ёсць і, ну, пэвная згода ад таго, што журналіст, там, в социальных сетках становецца даволі ярким, популярным, ну, выказываюцца даволі карэктна свае нікі меркавання па грамадскопалітычны тематыцы, пры гэтым, ну, ён набірая ніку популярнаць, што таксама адлюстроваецца на популярнасті СМІ, і, вот, мне здаецца, такая палітыка, такі падыход, нават, больш, скажім, правільны, чым забараняць цім журналістам, нават, галарыць, што Лукашэнка гэта кепска, дэмакратыя гэта добра, пакулькі гэта таксамы, нікая публічныя палітычныя выказаня. Нюжо журналіст не можецць, што ён выступая за дэмакратыю, правы чылавека, пакулькі гэта ўжо палітычныя выказаня. Калі бразь нікі сухі, вот, такі правілы, нікіх поводі, але в нікарі к нам написано, в нікарі к СМІ, що журналіст не може виказувати своє політичне і громадське мерковання. Я придаю слово Валері. У мене совсем маленькая реплика по поводу даже вот этих очень высоких стандартів BBC. Не знаю, насколько ведь эти высокі стандарты касаються русской редакції BBC, в которой буквально вчера я читала матеріал о Зеленському, о его пресс-конференції, і він дуже пристрастний по отношению к Зеленському. Буквально там говориться, що коли Зеленський допустив можливість второго срока для себе, він вступив почти точно так ж, як і Александр Лукашенко, який несколько последніх раз збирався, ну, шоу збирався на точно такому ж основанні, що він популярен в народі. Несколько последніх раз. Не п'ять последніх раз, а всього лиш каких-то несколько. І вот вони совершенно одинакові, Зеленський і Лукашенко. У мене вот було таке, наверное, не знаю, легкое, може бути ближе напоследок уже к нашому Медиатоку желание узнать у тех наших сегодняшних гостей, спикерів Медиатока. Добиваєтесь того, щоб на самом деле поднял, як бы кандидат шел на контакт, якщо він не хоче йти на контакт, як ви не задаєте неудобні вопросы і добиваєте його, тому, що на самом деле це не дуже распространенна практика, к сожалению, у білорусських журналистів добиватися відповідно на поставленний вопрос. Хотілося б слышати це почаще. Ну і ще такий, наверное, в наших реалиях наивний вопрос, це о доступі к безальтернативному кандидату, к которому, конечно, було б багато неудобних вопросів, але о том, щоб задати ці вопроси, наверное, остається тільки предполагати і делається ли що-то вообще планирується в цьому, які-то, не знаю, запроси на інтерв'ю, несмотря ни на що. Я не могу сказати, що тут єсь каїй-то принцип такий, як це треба робити. Але я могу сказати, що може бачить саправді, це питання якби на добівання, я не може бать не самый ліпший мій жанр, в тому сенсі, що я завсюди спробую і мкнуся якби задати вільми жорстку логічну структуру. Я вільми часто, скажем, даже удзельникам передачу, колеги ведають, досылаю питання, т.е. я гуляю з открытыми картами. І тому добіваць не завсюди отримується, але це просто, як ведається, це не спецальне робиш, це отримується, калі заводишся, т.е. калі задаєш питання чалавеку, і ти бачиш, що і он уходить от питання, ну і тады, ай, нет, давай, давай, все-таки довернем, давай все-таки докладнем. я не можу сказати, што я великий аматор гэтага, т.е. я більш прихильнік жорстких лагічних схемів, але калі чалавек з'яє выскоквае, тады нават я за всею природній добрыньо і можу, якби, чоловіку сказати, що, ну, ви, якби, греху порушаєте правила. У нас є поднятая рука от Артема. Спасибо, Алла. Тут недавно було исследование Рейтера і Оксфорда, котре показало, що, по крайней мере, британска і немецка аудиторія, оно було проведено на британській і немецкій аудиторії, вот этот жанр інтерв'ю, в якому, нет, ти мені скажеш, нет, я тебе, значит, затопчу до смерти, пока ти мені не скажеш, так вот этот жанр інтерв'ю аудиториям, по крайней мере, британській і немецкій, надоел, і дуже більше кількість участників цього ісследовування говорили исследователям, що дайте людям сказати, дайте людям висказатися, ви нам потрібні для того, щоб ви від нашого імени задавали вопросы і давали людям, в данному часі участникам підвібранной кампані, можливість сформулювати свою точку зрення і можливість объясніть, чого вони, собственно, хочуть. А вот спрашивати, скільки именно пирожков він украл із буфетів в шкільній столовій 20 років назад, значить, вот эта модель журналистики як-то, судя по цьому ісследованню, несколько теряє привлекательність. Да, Дмитер, пажа, може біць, саправдым, дабівацца адказу на пытання, колькі ж ты, та саме, у дзятінствія падгузнікаў викарыстаў і пирожков шкільний сталасся украл, ено і не варта. Тым не менш, задача журналиста, вот там було сказано так, хай іны выкажуцца на пытання, які нас цікавіць. Так, палітик-та, справа тым, што ён і асабліва, калі гэтае пытання, які нас цікавіць, яму не вельмі падабаюцца, ці он не хоче на іх адказуваць, ён завсёды будзе спрабываць не даць конкретнага, дакладнага, ці уцямнага адказу на гэтае пытання. І задача журналиста прымусіць яго даць адказ на гэта пытання. Я не буду называць імёны, но у мене некалькі разов було, скажым так, рекорд нават был аднаму палітыку я разов напэлна сім адно і тоя ж пытання задаваў, па рознаму яго сфармулявавшы, таму што ён так і не адказаваў мне на гэта пытання, а ухіляўся ад яго. Говорю, хорошо, давайте сфармулюем па іншаму. Паправді сказаць, ён і па ся сёмага пера задання так і не адказав на гэта пытання. Що ж таке, но я так думаю, што што ж такі задача журналіста дабіцца таго, каб ён адказаваў, а не тоя, што от мы вас пытаемся пра гэта, ён нам адказаваў зусім пра дзясятае, а не пра пятае. Мы паснухалі, ну ківнули галавой, скай, ну раз ты так вот адказаў, значит, вот молодец, і дзем далі. Вот это так, не так, яно працюе, у журналіста, це у моїм разумінні. Ну, как бы, вот шо на эту і тэнку. Дякую. Ну, такой популярный вопрос, а почему вы сегодня такой красивый, да? Всем добрый день, добрый вечер. Ко всем, кто хочет ответить, и кто занимается практической журналистикой, для вас лично, какая допустимая степень близости общения с политиками в избирательных процессах? Например, согласились ли бы вы сходить на чай-кофе? Будете ли вы караулить возле подъезда этого человека? Ну, приглашают вас пообщаться на чай-кофе неформально. Не бить для записи, а просто, может быть, вас спросят о каких-нибудь советах ваших. Согласились ли бы вы, например, ну, я не знаю, тоже не под запись, не для редакционных целей, но там провести день с каким-то конкретным кандидатом и так далее. Что с точки зрения такой допустимой близости вы себе позволяете? Подписаться за одного кандидата, не подписаться за другого и так далее. Публично сказать, за кого вы голосуете, если вы работаете в новосложенном аналитике. Спасибо. Сейчас все честно ответят. Да, пожалуйста, Виталий. Ну, я думаю, подписаться за это вогля любых грамадзенін може не бачу никакой проблемой, чому грамадзенін, який называеца журналістам, павінін чуваць нікі обмежіванні в гэтам своїм, скажем, акці. це все ровно, што хадіць на вибори, і підписацься за кандидата. Калі гэта, ну, скажем, не публічна, напевно, вогля нема проблем. Калі гэта публічна, писаць, што я підписался за нікого такого кандидата, ну, так самам, макчима, калі, може быць, підписался за дістерых, гэта можна паведаміць, калі за одного, я бі не стал. Вось, гэта було безумовно бі некім, ну, перавагай і, вот, ўплывам на меркавання выбарщыков. Што да такіх контактаў, ну, мы контактуем 20-30 гадоў з людьми, які беларускі палітацы, і прычына така, што, калі наступає выбаршыя кампанія, раптам спыняць нікі контакты і робіць выгляць, што, ты с этим чалэкам не знаёмы, толькі таму, што пачылась выбарчая кампанія, мене таксама здаецца не вельми лагічным. На Чайкаву, я без сомнені, сходзіл бы з любым, но навучылся неяк за гэтай гады пабудаваць таку дистанцію, што, калі я зім пагаварыл пра нешта Чайкаву, это зусім не азначаю, што завтра в некім артыкулі я буду його схваляць, гэта жадзіння мог пабыць на Чайкаву з іншым кандыдатам, і, калі, я вельми, так сказаць, раўніва трымаю таку дистанцію, і гэта дазваляе мне якраз, ну, мець такі непасрэдныі контакты, людзі ведаюць, што, павынніку гэтых контактов, я не стану там, іхнім агітаторам, ці на іхнім баку, іх і так далі. Тому, вось, я такі контакты ся дазваляю, більш затоу, лічу їх професійно, ну, скажам, пажаданымі, за все да неяка інформація павінна быць ў журналіста більш, чім офіційна, більш, чім, якія ёсць толькі на сайтах. В принципі, у меня опозиція примерно такая, как і ў Віталія, но, мне кажаць, во-первых, тут белорусський політикум до сих пор, до появления, ну, і Козулина і то там, тож в дуже маленькой степени, це дуже-очень узка група людей, буквально реально всіх между собою, в основному знакомых, ну, во всякому сучасі, для людей старшого возраста, скажімо так. І, ну, безусловно, я лично знаю просто всіх, хто там був, вот кроме бабариха і цепкало, паску. І то цепкало, я знаю, ще 20 років назад, лично, хорошо. Просто вже давно не общались. І, да, я с удовольствием с каждим п'ю і пила неоднократно, і кофі, ну, і встрічаюся, розмовариваю, мені кажеться, да и мы и пересекаемся просто везде. Что касается голосования, ну, в основном я как бы стараюсь голосовать за всех, хотя, конечно, какие-то пристрастия, о которых стараюсь не... Почему-то не говорю, не знаю, почему, кстати. Как интересно на BBC, ты пьют кофе, да, еще у Александра также есть желание ответить? Артем, как на BBC? Принята такая практика? Принята вполне, потому что это источник информации. Другое дело, что при этом очень тщательно принято следить за тем, чтобы ни в коем случае политик не тратил на тебя деньги. Ну, то есть пойти попить кофе с политиком, это прекрасно, но тогда ожидается, что журналист сам за себя заплатит, а точнее, что эти деньги за него заплатит BBC, потому что понятно, что он платит не из своего кармана, да? И уж, конечно, недопустимо поехать там, я не знаю, с политиком и его приснами на, значит, личном самолете на выходные, на какие-нибудь там Багамские острова. Я об этом говорю не отфонарно, а потому что такой случай вполне себе был в российской политической журналистике, и о нем, наверное, многие помнят. Что касается того, может ли журналист подписываться за какого-то кандидата, вы знаете, по BBC-шным правилам журналист даже не может пойти на политический митинг, какой бы то ни было, потому что появление журналиста BBC на политическом митинге заставляет совершенно однозначно делать выводы о том, кого этот журналист поддерживает или, напротив, не поддерживает. Подписаться за какого-то кандидата можно, но говорить об этом вслух, ну, наверное, не стоит. Другое дело, что эти правила касаются прежде всего только журналистов новостей. Если ты журналист, который, значит, работает там в программе Top Gear и делает программы про машинки, то понятно, что твои политические предпочтения значительно менее значимы, чем твои предпочтения относительно там Ford или Hyundai, да? Но это уже, понятно, совершенно другая история. Спасибо. Александр? Я только трошки дополню коллег. Ну, видите, у нас у Беларуси и свет политики, и свет незалежной журналистики, они вельми маленькие, они вельми тесно судокранаются, переплетенные. И, конечно, неформальные контакты, я с Виталем Цыганковым, приватностью згодный, они потребны без их не обыстись, потому что на пресс-конференциях тоже политики и иншим разом, вы бачайте меня, полную туфту несут, они думают, что это так треба медиам публично казать. А вот на некем приеме, как раз, они могут разговариться и сказать, значительно более я шкадую про те часы, до короны, когда были эти приемы, и можно было потусоваться, и особенно после пары фужеров, некий политик мог сказать более, чем он, естественно, себе позволяет. И, кстати, тогда не возникает вопрос, кто должен платить, потому что платят ты натурально, кто ладит этот прием. А вот, когда были такие ситуации, приватных запрошений, то несколько таких было случаев, когда я принципово сказал, что давайте я за эту каузу заплачу сам, не отчувать себя, я подводжу минавито так это, что могут быть неформальные и потребные, они, навык, с профессией наглядящей, такие судьбы, але важно не траплять узалежность от этого человека, и тем более не пачинать его обслуговывать, потому что, на речи, под час минавито политичных кампаний, тем более ранее, когда более было ресурсов, я веду, что журналисты, когда мне так взвертались, просто были пропановы, если хочешь ты попрацовать, так бы, умовить гэта будзе нега, гароджа нега так далей, вось тут я вовсих выбадках категорична отказу, не тому, что для меня, наприклад, принципово важна, в этом плане, захавать некую так, гучно кажучи, профессийную частину, и не быть ангажованным, не обслуговывать негакага политика, не адулады, не адупозиции. Всем большое спасибо, большое спасибо за участие, большое спасибо за ваше время, всем хорошая работа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!